МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас будем говорить как раз об облике нашего города. Как я уже сказал, принятие такого документа, точнее, не принятие, а разработка, правильно, да, Иван Юрьевич? Да. Дизайн-кода Новосибирска близка к завершению. Что это за документ? Почему назрела необходимость в его появлении? Ну, вот, давайте с этого, наверное, начнем. Ну, дизайн-код – это такое общее понятие. На самом деле, такое условное обозначение будущего документа. Но звучит круто. Дизайн-код. Да, но оно из города в город качует, это название. Уже во многих городах подобные документы приняты. Вообще, это такой набор стандартов. Набор стандартов, который регулирует внешний облик всех аспектов городской среды. Абсолютно всех визуальных составляющих, которые мы видим на улицах нашего города. В данном случае и рекламные конструкции, и фасады всех домов, и городская мебель, и озеленение, и площадки. То есть требований очень много. Вот на сегодняшний день мы изучили опыт многих городов. Пока в наших планах разработка дизайн-кода, который может состоять, вот на данный момент мы собрали, порядка 25 пунктов. И в первую очередь мы, конечно, занимаемся сейчас самыми острыми проблемами, связанными с внешним видом. В данном случае, наверное, это фасады зданий, да, и в частности это рекламные конструкции, информационные конструкции на фасадах. Ну, в дальнейшем у нас по очереди надо позаниматься будет рекламными конструкциями отдельно стоящими. Очень острая проблема у нас с нестационарными объектами, так называемыми. Ну, и дальше, и дальше по списку пойдем. Ну да, давайте по списку как раз пойдем. А вот как раз сколько шла работа над таким документом, как дизайн-код? Вот дизайн-код сколько уже идет? Ну, вы знаете, мы начали эту работу два года назад. Пока работа продолжалась, у нас уже четыре редакции этого документа прошло. Ну, три-четыре. Первая редакция была практически копипаст с московских правил, которые были приняты в 2013 году. Но не самый плохой, надо сказать, копипаст с Москвы-то. Ну да. Еще бы скопипастить от бюджета Москвы какую-нибудь долю, и я думаю, мы развернемся. Было бы здорово, конечно. У них очень мощные документы, очень жесткие были приняты. И в последующие годы очень много городов пошло абсолютно тем же путем, копипаст. Ну, по определенным причинам мы вот эту стадию как бы прошли, копипаст, и поняли, что надо развиваться дальше. Перешли к следующей редакции, она у нас теперь уже с цветными интересными картинками, очень подробными. И значительно подробнее, чем тот изначальный документ, который мы рассматривали. Надеемся, что получилось лучше. Согласно документу под рабочим названием «Дизайн-код», как должны выглядеть фасады наших зданий? Ну, можно там, я не знаю, удачные, неудачные примеры какие-то даже привести. По желанию. Вы знаете, ну, сейчас уже действует документ. Он не называется «Дизайн-код», он называется «Правила благоустройства города Новосибирска». Там довольно много требований, с которыми, к сожалению, жители нашего города не знакомы. Мы, конечно, в «Дизайн-код», так называемый графический документ, обязательно эти требования со временем включим. Но, опять же, пока у нас немножко другие приоритеты, но про фасады зданий могу рассказать следующее. В конце прошлого года у нас принята последняя была редакция «Правил благоустройства города Новосибирска». Появился там пункт довольно интересный, которого раньше не было. Требования к внешнему виду фасадов. В том числе, вот один из пунктов, на которых я уже не раз останавливался, там появился, допустим, запрет на оклейку стекол и витрин декоративными пленками. Вот до последнего времени в данном случае работа, так у нас, вяло протекала, но вот в последнее время мы ее попытались активизировать, и вот для многих предпринимателей это стало такой неожиданностью. Сейчас администрация районов активно с предпринимателями работают за подобные нарушения предполагается штраф, не все к этому готовы. Кто-то сейчас работает с предупреждениями, кто-то прям уже несет какую-то ответственность материальную за это. Но кроме пленок, конечно, там появилось довольно много требований, которые некоторые повторились еще из прошлых редакций. Допустим, там есть запрет на размещение кондиционеров на магистральных улицах, ну, то есть на фасадах домов, обращенных в магистральные улицы. Есть запрет на отделку фасадов сайдингом. Ну, в данном случае мы имели в виду, конечно, в большей степени пластиковый сайдинг, но тем не менее тоже таких примеров... А пластиковый сайдинг, пластиковые окна? Пластиковый сайдинг – это вот то, что мы часто видим на, скажем так, индивидуальных жилых домах. А, все понятно. Понятно, да? Антенны, запрещена фрагментарная краска фасадов тоже мы видим. Вот недавно буквально ходил по улице, по Богдану Хмельницкого по улице, делал такую развертку, фоторазвертку зданий. Есть довольно яркие примеры, когда у нас просто каждые три метра фасад на уровне первого этажа меняет свой цвет. Ну, вот в данном случае это недопустимо уже в соответствии с новыми правилами благоустройства. Как приводить фасады теперь в порядок? Ну, это вопрос номер два. Но, в принципе, такие вещи должны однозначно оформляться через паспорта фасадов, о которых тоже уже много раз мы говорили. То есть сейчас идет активно паспортизация фасадов зданий, и любые изменения фасадов возможны только в соответствии с паспортом фасадов. Фасады зданий, Иван Ильич, обсудили. Наверное, сейчас переходим на такой болезненный вопрос, как рекламные конструкции. Мы знаем, что предыдущие много-много лет в Новосибирске просто полнейший беспредел в сфере рекламы творился. Прежняя команда мэрии запустила просто город по полной программе, вот этими вывесками, этим хламом полнейшим. Поменяли уже начальника комитета по рекламе. И сейчас, я так понимаю, документ, дизайн-код будет таким серьезным наступлением не на рекламный рынок и добросовестных бизнесменов, а именно на качество рекламы. Ну да, безусловно. Действующие документы, к сожалению, довольно неподробно описывали требования к рекламным конструкциям. Все, что мы видим на фасадах, и рекламные конструкции, и вывески, не было описано, какого они размера должны быть, то есть, что на них может размещаться, что не должно на них размещаться и так далее. То есть, это все было названо единым словом рекламные конструкции, и на сегодняшний день порядок такой. К сожалению, он, как обычно, у нас поставлено с ног на голову сначала. Предприниматель размещает некую конструкцию, которая нравится ему, а потом получает предписание от комитета рекламы. Пугаясь штрафов и демонтажей, он пытается эту конструкцию оформлять, начинается вот эта беготня. В принципе, вот результаты этой работы мы видим на улицах. В общем, конечно, город постепенно становится лучше, но, конечно, скорость этих улучшений нас абсолютно не устраивает. Это происходит из-за того, что до сих пор у нас не было разработано жестких требований ни к размеру, ни к месту размещения этих конструкций. И вот тот документ, который мы разрабатывали последний год, или два даже года, он, конечно, призван к тому, чтобы любому и жителю, и предпринимателю было понятно, что он может размещать, как это должно быть сделано, из каких материалов, с какой подсветкой, на каких улицах можно размещать лайтбоксы, на каких отдельные буквы. То есть мы попытались в картинках максимально доходчиво объяснить, сделать так, чтобы было понятно любому абсолютно человеку, открывшему наш альбом, что он может сделать на фасаде собственного магазина, предприятия, жилого дома. Сегодня вот проблемы с пресловутым качеством рекламы есть, наверное, во всех районах Новосибирска? Безусловно, конечно. То есть какой, на ваш взгляд, вопиющий, не знаю, пример, некачественной рекламы, чтобы понимание было у людей? Здание имеется в виду. Здание, рекламные конструкции, вывески. Где должны быть рекламные конструкции, где должны стоять, где не должны, согласно дизайн-коду? Вы знаете, далеко ходить не надо за примером. Сейчас достаточно выйти у нас из студии на проспект Маркса, посмотреть, оглянуться вокруг и понять, что у нас происходит с фасадами. Да, но есть, конечно, вопиющие примеры. Ну, Горский у нас есть там торговый центр, есть Золотая Нива, то есть такие известные. В общем, у нас масса торговых центров, которые, на самом деле, рекламу из года в год размещают хаотично, не приводят их в систему, и мы пытаемся сейчас с этим бороться. Есть, на мой взгляд, довольно приличные примеры, которые я сейчас ставлю, тоже, как бы, для понимания предпринимателям. Ну, допустим, там, галерея Новосибирск, да, где, в принципе, реклама довольно много, но, тем не менее, она размещена системно, она с внутренней подсветкой, она сделана качественно, и к ним вопросов особых нет. Да и вообще, наверное, вот галерея, да, уж не сочтите радиослушателей за рекламу, это редкий пример того, как строительство торгового центра сделало территорию вокруг лучше, а не хуже. Безусловно. Потому что, если вспомнить, что там было, то не самое было такое приглядное место, а сейчас, ну, все благоустроено, красиво, и, в общем-то, пользуется популярностью жителей. Есть первый дозвонившийся по номеру 3040600. Добрый вечер, как вас зовут, и что вас не устраивает в нынешнем облике Новосибирска? Добрый вечер, меня зовут Ирина. Вы знаете, я не могу даже ответить, что конкретно меня не устраивает в нашем облике. Я хочу задать другой вопрос. Вот если сейчас этот код будет разработан, то комитет рекламы, он, в принципе, прекратит свое существование, сейчас не будут нам уже выносить эти предписания, как-то следить за коммерсантами. А, вот как. Кто этим будет заниматься? Главный художник, его отдел управления. Это интересно, маме, вы революцию предлагаете совершить. Хорошо. Просто интересно. Да, 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 хорошо. Иван Юрьевич. Безусловно, вопрос интересный. Вы знаете, контроль никто не отменяет. Контроль такой же, как и в других городах, будет существовать. Мы попытаемся разобраться, что является все-таки рекламной конструкцией, что является информационной конструкцией поподробнее. Я пока сейчас все карты не смогу раскрыть. У нас документ пока все редакции не пройдет. Это еще пройдет месяца два, наверное. Но, в целом, контроль не то, чтобы ослабиться. Контроль должен быть усилен. В какой-то степени предпринимателям будет немножко повольнее, чем сейчас. Не на все конструкции, которые сейчас требуются получать разрешение. Это разрешение нужно будет получать. Но, тем не менее, те конструкции, которые будут размещаться, новые конструкции, по крайней мере, которые будут размещаться не так и не в соответствии с вновь принятыми документами, должны быть демонтированы. Так абсолютно точно работает Москва, так абсолютно работает Питер. То есть, в принципе, та конструкция, которая размещается вне требований, то есть она либо больше, либо не в том месте располагается, где описано документом, она очень быстро в течение нескольких дней демонтируется и уезжает на штрафстоянку. Ее очень сложно потом доставать оттуда. Но документ сам по себе регулирует пока внешний облик. Мы пока про санкции и как это будет работать с точки зрения администрирования, мы не говорим. Комитет рекламы как работал, так и будет работать. Я думаю, что там... Лабыня сохранит свою должность, Дмитрий, председатель комитета. Да, сотрудников, которые занимаются контролем, я думаю, там маловато, и надо их сильно, штат, расширять. Даже так, расширять. Что позитивного произошло в Москве, ну вот мы берем же ее за образец, безусловно, за последние годы, какой стала, какой была реклама, какой стала там? Ну, вы знаете, очень много материалов в интернете по поводу того, что было, что стало с улицами Москвы. Некоторые сайты даже позволяют такой движок перемещать по экрану. Было, стало, то есть одна и та же картинка, и мы видим, насколько сократилось количество рекламных конструкций. Ну, в Москве с 2012 года запрещена реклама на фасадах вообще, в принципе. То есть разрешается размещение вывесок в соответствии с очень жестким регламентом. То есть, допустим, там невозможно размещение вывески высотой более чем полметра. Ого. Да, то есть не больше. То есть это такие примеры в городе Новосибирске просто единичные, и по Красному проспекту мы только можем увидеть. Настолько небольшие вывески. На самом деле, когда они все в едином стиле оформлены, возникает поле для того, чтобы мы смогли эту информацию воспринимать. И на самом деле, в итоге предприниматель не проигрывает, потому что всем оказывается достаточно места для того, чтобы разместиться на фасаде. Но, насколько я знаю, еще в 2014 году руководство Москвы докладывало на одном из форумов, посвященных городской среде, что за два года, там с 2012 по 2014 год, им удалось сократить количество рекламных конструкций в городе Москве в 8 раз. В 8 раз. Обалдеть. Как сейчас ситуация развивается, честно говоря, ну, сложно сказать. Я думаю, что все революции там уже давно прошли, и предприниматели уже привыкли к тем правилам, и особых уже конфликтов между бизнесом и городом уже не возникает. И мы сейчас как раз в этой острой стадии находимся. Ну, и наполняемость бюджета, да, не сократилась? Как утверждает руководство Москвы, нет. Отлично. Они перешли с системы конкурсов на систему аукционов, что позволило получать больше денег с единицы конструкции. То есть конструкции стало меньше, но, тем не менее, бюджет остался по наполняемости приблизительно в тех же пределах. Есть очередной дозвонившийся. Добрый вечер. Как вас зовут и что не устраивает в внешнем облике Новосибирска вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Сергеевна. Я хочу вам задать такой вопрос. В вашей сети бизнес и все это хорошо, но вы подумайте, к 9 маю по 10 лет в айонах не убирается мусор. А вы говорите реклама. Да кому нужна ваша реклама? Любовь Сергеевна, где конкретно не убран мусор был по состоянию на 9 мая? Я говорю, знаете, про затон. Уже все забыли. От гиганта до самого конечной. Одни бутылки. Зенитская администрация только мусор собирает. Где наши деньги? Затон это забытый участок. Ни кто не обращает внимания? Кому нужны ваши рекламы? В очередной раз сейчас сигнализирую Клемешову. Любовь Сергеевна. Вообще благоустройство. Если будет чистота, и ваши рекламы будут. И в бизнесе, и все. Если будет грязь и уюта никогда не будет. Любовь Сергеевна, конкретный адрес на Затоне мне вот сейчас давайте под запись. Давайте хорошо, конкретный адрес. Проезжайте от гиганта и до конечной остановки Затона. Что вы увидите, не заходя дальше? Центральную улицу. По центральной улице едете. От гиганта до конечной остановки. Все понял. Где девятиэтажки, пятиэтажки, где детские площадки? Там место детских площадок, одна в Затоне, которая чистая. Остальные собаки, грязь. Все понял, берем на контроль. Спасибо. Спасибо за звонок. Любовь Сергеевна, хоть и не совсем по теме, но я обращаюсь сейчас к Ленинской администрации. Надеюсь, нас сейчас слушает. Олег Петрович Клемешов, глава администрации. Если не слушает, то через полчаса ждите моего звонка. И, наверное, надо собирать всех руководителей своих и ехать в Затон. Поскольку звонок такой, мягко говоря, недовольный. Ну, вот такие даже звонки поступают, что на благоустройство. Кстати, благоустройство, по-моему, тоже входит у вас в дизайн-код Новосибирска. Конечно. Это отдельная, очень интересная статья. Ну, наверное, мы, да, ее чуть позже обсудим. Рекламу обсудили, фасады обсудили. А вот ситуация с вывесками. Вот не так давно была ситуация, когда предприниматели завешивали вывески в Новосибирске какими-то там тряпками, полотнищами. Это что было? Ну, это та ситуация, про которую я уже говорил. То есть предприниматели сначала делают, а потом спрашивают. Происходит это очень знакомо. То есть когда открывается какое-то предприятие, аптека, предположим, предприниматель размещает вывеску над входом своим, спокойно функционирует, пока не получит предписание от соответствующего органа. И после этого он пытается ее там скрыть, да, чтобы избежать санкций и пытается ее оформить уже задним числом. Ну, обычная ситуация. Это просто самовольное размещение конструкции, больше ничего. Есть очередной дозвонившийся по номеру 3040-600. Добрый вечер, как вас зовут и что бы вы хотели изменить в облике Новосибирска? Здравствуйте, меня зовут Наталья. А у меня такой вопрос по поводу благоустройства в муниципальной части города. Предполагаются ли какие-то дополнительные средства в бюджет для того, чтобы искоренить ларечную торговлю? Потому что мы говорим про благоустройство, а на моем муниципальной части города город просто заселен ларьками с фруктами, беляшными, пирожочными и прочими вот такими вот застройками. Вот тут вы как раз, да, нашли союзника в моем лице. Я тоже считаю, что пора уже это на свалку истории отправлять. Сам страдаю от рынка возле своего дома, поэтому очень хорошо вас, Наталья, понимаю. Спасибо за вопрос. Сомневаюсь, что мы вот такой вопрос объемный успеем до новостей обсудить. Ну, наверное, пожалуй, можно приступать, потому что это явно не 2, не 5, не 6 минут. Иван Юрьевич. Ну, это, конечно, тема очень обширная. И по поводу нестационарной торговли можно рассуждать очень долго. Мы вплотную сейчас к этой проблеме подошли. Очень плотно сейчас работаем с управлением потребительского рынка. Последние вот уже пару лет проблема всем уже очевидна, да. И мы сейчас говорим о том, чтобы необходимо и разрабатывать определенные стандарты, да, для внешнего вида этих нестационарных объектов. И, кроме того, мы сейчас и в правила благоустройства вносим дополнительные требования и разрабатываем сейчас в рамках дизайн-кода дополнительные требования к размещению, именно к местам размещения нестационарных объектов. Конечно, с таким количеством, как сейчас, как бы они ни выглядели, нам вряд ли удастся радикально изменить ситуацию в городе. Нужно думать, конечно, о целесообразности, об их количестве, безусловно. И вот сейчас мы также ввели требования и продолжаем по этому поводу работать. Допустим, мы прописали обязательные расстояния от зданий, мы прописали обязательную необходимую ширину тротуаров. Вот, допустим, сейчас в новой редакции, наверное, правил благоустройства будет расстояние не менее трех метров в свету для прохода пешеходов. Сейчас, вот в прошлой редакции, которая была в декабре, в ноябре 2017 года, расстояние было 2,25. То есть все вновь устанавливаемые объекты, они должны соответствовать новым требованиям. Там есть масса, масса цифр, масса расстояний, допустим, там 3 метра, минимальное расстояние 3 метра от ствола дерева, 20 метров от окон жилых домов. Ну, кстати говоря, тут еще и противопожарные нормы действуют, которые говорят о том, что не менее 15 метров от фасада должны находиться нестационарные объекты. Нужно разрабатывать, я считаю, новую схему, новую графическую схему. Это сложный очень документ, в котором будут четко прорисованы все допустимые места размещения всех объектов в городе Новосибирске, имею в виду нестационарных. Добрый вечер, как вас зовут и какой будет вопрос гостю или мнение ваше? Алло. Вы меня спрашиваете? Конечно. Да, добрый день. Вы знаете, я считаю, что киоски, конечно, должны соответствовать внешнему виду города, если они не существуют. Но у меня, знаете, другой немножко вопрос. Вот я думаю, что вы в курсе вот этот перекресток Берского шоссе и въезда в Академгородок. С одной стороны, проспект строителей, а с другой стороны, улица Балтийская. Это улица Балтийская, она очень проезжает, ну как бы пользуется, нагруженная очень улица, много транспорта идет и с другого берега, и вообще шлюз населен очень, и дачников много. И вот по этой Балтийской улице нет совсем освещения, хотя и справа, и слева большой массив леса, и темно совершенно. Вот тем более там есть такой поворот. И вот я хочу о чем сказать. Меня зовут Татьяна, фамилия моя Чалых. Десять лет назад у меня единственный сын погиб точно при таких условиях, когда не было освещенности совершенно на дороге, и просто было новолуние, не было вообще, было темно. И вот я сейчас езжу по этой дороге каждый день, особенно зимой, и понимаю, что у нас там погреба с одной стороны, и люди переходят дорогу. То есть освещение нужно, просто это необходимо, потому что либо мы будем ждать, когда опять кого-нибудь, как говорится, ну, задавят, и потом только начнем об этом думать. Вот. Очень большое пожелание, причем, знаете, я сейчас там новостроек много, то есть там и Миргородскую построили, и Балтийский большой комплекс, и люди просто об этом бесконечно разговаривают между собой, что вот нужно освещение сделать, совершенно глухая темнота. Большая просьба, возьмите на заметку этот вопрос, как-то порешайте, потому что, ну, не хочется же никаких демонстраций устраивать. Татьяна, да. Просто хочется, да. Спасибо за сигнал, по окончанию эфира наберу главе администрации Советского района Дмитрию Олейникову, с ним этот вопрос обсудим, и в департамент транспорта Роману Дронову, начальнику тоже сигнализируем о проблеме, посмотрим там, запланировано, не запланировано, в общем, спасибо за сигнал. Вот и такие моменты озвучиваются, как освещение. Ну, про освещение мы можем тоже поговорить. Есть планы? В дизайн-код и по освещению попало, что ли? Планы, конечно, есть, и мэр уже неоднократно ставил задачу, и мы недавно проводили совещение, посвященное как раз освещению, и освещению архитектурному, и праздничному освещению. Ну, в данном случае, конечно, звонок немножко про другую, про больную тему. Да, про дорожную часть. Где нет освещения вообще, но, в принципе, тема архитектурного освещения, праздничного освещения и вообще подсветок на праздничные мероприятия, она сейчас у нас тоже в работе. Проводили уже мы со специалистами неоднократно совещение. Мы сейчас собрали пожелания всех администраций города Новосибирска, где по возможности были собраны все абсолютно хотелки, скажем так, и жителей, и администрации, посвященных и местам проведения мероприятий, и тем архитектурным объектам, которые в первую очередь нуждаются в архитектурном освещении. Очередной дозвонивший. Добрый вечер. Представьтесь и ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена. Да, Елена. Я хочу предложить рассмотреть опыт Казани в плане благоустройства оформления вывесок. Я когда там была в 2012 году, перед универсиадой, они сделали очень красивую вещь. Там, если здание отремонтировано, все вывески оформлены в одном едином стиле. Один шериф, один... Ну, то есть одно оформление вывесок. И это смотрится очень приятно, так, органично. Просто сравнить, допустим, на съездание на Советской 37-е. Если мне посмотрите улицу Советской, то там все вывески... Но мы поняли, что все вывески, Елена, они отвратительные на этом здании Советской 37-е. Я понял, о чем идет речь. А Иван Юрьевич как раз здесь кивнул, когда вы говорили про опыт Казани, поскольку, видимо, тоже изучал опыт Казани. Безусловно, конечно. Что сделали там в Казани? В Казани вот этот вот, скажем так, так называемый наш дизайн-код, он существует в рамках правил благоустройства. И все требования к рекламным и информационным конструкциям на фасадах в правилах благоустройства Казани есть. Мы этот опыт обязательно изучали. Один из первых. Мы порядка 50 городов изучили вообще. Казань, Воронеж, Екатеринбург, Санкт-Петербург, ну, много городов, и попытались выбрать все, что самое удачное в этих документах есть. Поэтому нас как раз этот опыт и ждет. Вот мы недалее, как вчера, рассуждали о ремонте здания на пересечении Советской и улицы Ленина, который у нас предстоит этим летом. И я забыл адрес, Советская 30... 37. Или Советская 35. А, это, наверное, Советская. Где у нас школьник был когда-то. Да, наверное, Советская 35. Рядом с главпочтамта. И мы очень рассчитываем на то, что после завершения ремонта фасадов, там довольно приличный бюджет у этого ремонта, и здание большое, и серьезное, и мы заходим уже на улицу Ленина, про которую мы неоднократно говорили, да, предыдущий год-два. Вот это будет у нас первая ласточка, когда объект после ремонта должен уже быть оформлен так, как вы сказали. То есть вывески все должны быть в едином стиле, в едином шрифте, скажем так, возможно, и будут выглядеть иначе. Как раз это удачно впишется в проект пешеходной улицы Ленина, которая все-таки будет пешеходной. Но этим летом, я так понимаю, что нет, а вообще, конечно, она будет, и город заслужил пешеходную улицу Ленина. Кто бы там что ни говорил, возмущающиеся только сидят в Фейсбуке, я так подозреваю, что не просто так они там возмущаются. Есть очередной дозвонившийся. Добрый вечер, представьтесь, и ваш вопрос. Алло. Да. Добрый день. Это Карла Маркса. Я живу на Карла Маркса, Лариса Ивановна. Да, Лариса Ивановна. Вот сейчас, если мы говорим о красоте и чистоте города, и даже там и вывески, и щиты сюда входят, я вчера по не очень приятному такому моменту возвращались мы от кладбища Зельцовского до Карла Маркса. И вот пока мы ехали, я смотрела вправо-влево, ну вот такое впечатление, я город давно знаю, живу, серый, мрачный, грязный, пыльный зелени практически в городе вообще отсутствует. И вот у нас здесь, когда ставили щиты, тоже можно было посадить какие-то деревья. У нас зелени мало по Карла Маркса, тоже можно было. Сейчас щиты поставили для чего? Ну, те щиты, на которых практически никто не обращает внимания. А если и смотрят, то они вызывают больше раздражения, чем что-либо. И хочу конкретно вот назвать даже адреса. Вот на Карла Маркса рынок, башня. Ну, зайдите туда, посмотрите, какой там ужас, какое безобразие. Центральная улица, тут остановка. А что внутри там творится на этом рынке? Это же там, говорят, и крысы бегают. Там вообще кошмар внутри. Согласен, согласен. Доброшенное все. Вот наша красота. Вот еще момент. Вот сейчас лето. Ну, это, я не знаю, относится к вашему вопросу или нет. Ну, просто раз уже, так сказать, выплеск такой идет, я скажу. Да, пожалуйста, конечно. Вот я живу в этом городе, у меня душа болит. У нас рядом море. Мы этим хвалимся. Но почему море? Вот не поливают улицы, ведь такая пыль стоит. Все лето мы будем задыхаться. Уже задыхаемся. Двор Карла Маркса 10, тоже центральная улица, и столовая 12. Вот промежуток. Говорим о машинах, которые, ну, это больной вопрос. Стоят, должно быть, 20 метров от окон, метр от наших окон. И тут у нас уже вон и башня. Тут вообще чего только нет. И вот машины, еще с ремонт машину перед моими глазами тут устраивают. Велень всю угробили. Вообще всю тут поляну заставили машинами. Я была недавно на приеме у главы администрации. Был разговор, я эти темы поднимала. Ну, я вот для себя сделала вывод, как это пословица. А вот и ныне там. Так, все как было, так и остается. Потому что во дворы к нам никто не заезжает. Мимо проезжают, да. И кругом расклеены вот эти непонятные какие-то объявления. Ну, то есть город, его надо чистить. Понимаете? И морально, и физически вообще. Спасибо, Лариса Ивановна, за сигнал. Вот 15 минут назад разговаривал с Олегом Петровичем Клемешовым, главой администрации Ленинского района. Но по вопросу Любови Сергеевны из Затона, которая позвонила, я думаю, по вашему вопросу тоже напомню главе, чтобы повнимательнее отнесся к тем адресам, которые вы назвали. А что касается автомобилей, да, болезненный вопрос. Я сам сражаюсь с автолюбителями, с так называемыми автохамами, я бы их так назвал. Я бы назвал бы и жестче. Но это нецензурные будут слова, которые паркуются на газонах. На газонах. Даже не на тротуарах, а на газонах. И считают, что это нормально. Да, я здесь гажу своим соседям, своему двору, своему району, своему городу. И это нормально, и мне это удобно. Вот с этим надо бороться намного активнее. Я всех призываю. С парковками на газоне. Вот тебе и источник пыли, и источник грязи, и источник всего на свете. Когда заезжаем и месим. Вот есть такой адрес. Новая Заря 15. Вот там есть пятиэтажка. Вот есть двор. И есть его обратная сторона. Был там когда-то газон. Уничтожили весь. Просто в ноль. Изъездили и уничтожили. И сами просто рукотворно себе создают свинарник в городе и в районе. Новая Заря 15. Есть такой адрес. Я недавно его случайно обнаружил, гуляя. Вот я живу на границе Зержинского и Калининского районов. Вот я хочу, если кто-то с новой Зарей 15 слушает нас, задумайтесь о том, что вы сделали с газоном возле своего дома. Задумайтесь. Добрый вечер. Представьтесь, и какой будет вопрос. Добрый вечер, Людмила. У меня вопрос о чистоте города. Вот просто хочу сказать. Я когда-то была в Узбекистане, в городе небольшой Заравшан. Идешь по пешеходному тротуарчику. Через 2-3 метра маленькие урночки сделаны. По левую сторону и по правую. То есть человек идет, мороженое съел. Осталась там бумажка. Покурил, куда сигаретку деть, курочек. А там вот просто невольно смотришь по сторонам, что это можно сделать куда-то. Не бросать на траву, ничего. Вот у нас в Академгородке пешеходные тротуарчики, а нету никаких лон. Вот я предлагаю такое, если это возможно. Хорошо. А это какой адрес примерно в Академгородке? Ну я просто центральную улицу беру, даже на Морской проспект. Морской проспект, да. Я хотя живу в Низней Товке, но я там бываю. Везде такое есть, что у нас мало улиц. Хорошо, еще один сигнал главе вашего района Дмитрию Оленникову сделаю по окончании эфира. Я чувствую, у меня сегодня полчаса уйдет только на переговоры с главами администрации. Спасибо за звонок. Так, ватсап у нас, Иван Юрьевич, есть. Ну, про это что обсуждать? Это должно быть. Должно быть. Урны должны быть. И люди не должны свинять. В необходимом количестве, конечно. Да, в необходимом количестве. Мы арендуем у муниципалитета подвал, сообщение в ватсапе. Вход частично разрушен и требует ремонта кровли над входом. Для замены приходится затрагивать окно первого этажа примерно 10%. Но на первом этаже собственник, который не согласен. Как правильно выполнять ремонт кровли и куда можно обратиться? Интересный вопрос. Наверное, не совсем по адресу. Ремонт кровли. Ну, я переадресую, наверное, ваш вопрос департаменту земельных и имущественных отношений. Мы тоже сможем проконсультировать. Было бы лучше, если бы какая-то картинка была. Сложно так ориентироваться. Есть номер телефона или давайте вы свой дадите. Но имеется в виду не мобильный, а вот рабочий, по которому можно застать. 227-50-03. 227-50-03. Так что, Александр, обращайтесь по этому номеру. Так, далее. Артем, разъясните механизм, кому и как жаловаться на автохамов, которые паркуются на газонах. Одни говорят районные административные инспекции, другие ГИБДД. Сергей, там очень сложная история, связанная с тем, что решением Верховного суда были лишены муниципалитеты полномочий штрафовать паркующихся на газонах. Обязательно этим детально вопросом займусь, потому что и самому интересно, и я намерен эту беду, по крайней мере, в своем районе, в Дзержинском, победить. Я не собираюсь смотреть, как кто-то давит колесами газоны и зеленые насаждения. Звонок по номеру 30-40-600. Добрый вечер, как вас зовут и какой вопрос? Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Да, Дмитрий. На самом деле, насчет почвы, насчет того, что много пыли, на самом деле, это, скорее всего, почва особенная. Потому что я по городам езжу, и, в принципе, в других городах нет такой проблемы, потому что сам вижу, это, скорее всего, и чистят, и так далее. Ну, это, скорее всего, почва такая. Насчет урн, скажу, в каждом, ну, по городу нужны урны, да. Это очень важно, особенно скажу про жилмассивы Плющикинский, жилмассив, то, что там урн нету, на самом деле, это да. Да. Насчет трамвая вопрос. Будет ли еще какой-нибудь такой проект насчет трамвая? Это очень интересно и очень важно для города, особенно 13-й трамвай будет, еще какой-нибудь 13-й трамвай, или какой-нибудь там на левом берегу будет трамвай разукрашенный. Насчет, ну, и все. Ну, спасибо, да, тем достаточно до конца эфира. Дмитрий озвучил, ну, по Плющикинскому жилмассиву, по урнам Петру Ивановичу Прокудину сигнализируем о проблеме. Так, что там еще было? Раскраска трамвая. Ну, да, это интересная идея совместно с МГС, департамент транспорта, один из трамваев разукрасили. Сейчас он ездит. Правда, почему-то по 14-му или по 11-му маршруту, но не по 13-му. Но, тем не менее, трамвай, да, трамвай это тоже внешний облик города. Ну, безусловно, но, к сожалению, вот до трамвая у нас еще руки не дошли. Да это, наверное, и не вам, там уже руки дошли до совместного российско-белорусского сборочного предприятия по трамваям, потому что долгие годы трамваи приходили в упадок, точнее их намеренно вводили в упадок, разбирали трамвайные пути. Я много-много раз об этом говорил. Уничтожали такой вид транспорт, как трамвай, такие господа, как Сензов и его Камарилья. Но сейчас мы все это восстанавливаем. Весь этот ужас, который они оставили после себя, команда молодости нашей. А там действительно ужас. Посмотрите на трамваи, которые ездят по большинству маршрутов. Приходится не сладко, но работа идет. Работа идет. Иван Юрьевич, ну вот так вот у нас сегодня весь разговор размылся в понятиях. Есть еще очередной... Нет, ну это глаз народа, я не могу игнорировать своих любимых радиослушателей, очередной из которых дозвонился по номеру 3046. Добрый вечер, как вас зовут и какой вопрос? Здравствуйте. Да, здрасте. Меня зовут Татьяна. Да, Татьяна. Я проживаю на улице Гоголя, 17-я. И хочу вам задать такой вопрос. За нашим домом, во дворе четырех домов, у нас была единственная зеленая зона, построили детский сад. Ну, естественно, как вы понимаете, мы боролись и на митинги выходили, и по телевизору у нас, значит, канал 49-й. Все это и в прессе было, и в интернете, и, короче, везде, куда мы только не ходили. Когда обратились к локтю, локоть сказал, ну, конечно, извините меня, но я тогда губернатором не был, ой, губернатором, мэром, и земля проплачена была уже с 14-го года. В 16-м году это все было у нас, все митинги и так далее. Но теперь уже вопрос, конечно, и, наверное, может быть, он не к вам, и теперь уже, наверное, бесполезно. Детский садик уже стоит, частный детский сад. Я понимаю, Татьяна, о чем вы говорите, я могу лишь только сказать, что те, кто был до, фамилии их известны, да, они огромное количество земельных участков прогуляли, скажем так, прогуляли. Ну, то есть это все бесполезно, да? Ну, сейчас я не знаю насчет, если детский сад стоит, наверное, его никто уже не снесет, я думаю, вы это понимаете. Ну, в каких-то городах сносят незаконные постройки, вы же понимаете, да? Ну, незаконные жилые дома, да, такие примеры были, но детский сад я очень сомневаюсь, тем более, что это все там по закону, формально. Ну, как же по закону, если территорию, значит, смотрите, забрали полностью территорию, вот эту зеленую зону уничтожили, у Гоголя 2019 территории вообще нет, гулять негде. Ну, понимаете, да? Понимаю, понимаю. И все, короче, это все бесполезно. Посмотрим... Рядом стоит детский сад, очень хороший, да, рядом, вы знаете, да? Ну, представляете, вот этот квартал. Я знаю хорошо этот район, да, понимаю. Ну, поинтересуюсь по вопросу, ну, понятное дело, я думаю, что сноса не будет точно. Ну, спасибо за звонок, вот такая вот озабоченность. Опять-таки, приветы из прошлого летят, они летят постоянно, мы с этими приветами живем, и все, вся их работа, вот этих товарищей, она была одним сплошным приветом. Ну, в общем-то, вот так вот, Иван Юрьевич, когда дизайн-код утвердят то, потому что мы совсем от темы отклонились и ушли, но я в любом случае, уважаемые радиослушатели, благодарен вам за такое количество звонков, вот. Вот, когда берут сомнение, стоит ли такую передачу сохранять на городской волне или нет, вот после такого количества звонков, естественно, передачу слушают и любят. Надеюсь, что любят, и не просто так звонят. Дизайн-код на финальный этап. На финальный этап, ну, пока у нас первая стадия, скажем, одна глава из этого дизайн-кода. Очень надеемся, что в ближайшие пару месяцев мы сумеем ее воплотить в жизнь. В июне у нас выходит на обсуждение Совета депутатов новая версия размещения рекламных информационных конструкций в городе Новосибирске, где должна быть предусмотрена ссылка на, вот, вновь разрабатываемый документ. Эти два документа должны, конечно, вступить в силу параллельно. Если успеем, то вот месяца два у нас есть, и будем надеяться, что, ну, если не с июня, то как-то в ближайшее время, по крайней мере, летом у нас уже будут действовать новые правила размещения рекламных информационных конструкций. То есть одна из там 25 глав, про которые мы с вами говорили. Ну, я думаю, что противников быть не должно. Очень надеюсь. Порядок нужно наводить. Спасибо большое, Иван Юрьевич, за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья, это была программа «Вечерний разговор» с Артемом Роговским на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM. Вступайте в группу нашей программы ВКонтакте, кстати, vk.com.v.разговор. Там выкладываем аудиозаписи эфиров, видеозаписи эфиров, ну и вообще отвечаем на ваши вопросы. А сегодня было очень большое количество вопросов и замечаний. Обязательно все адресую, кому следует. Главы администрации, не занимайтесь сейчас линией. Будем созваниваться и решать проблемы новосибирцев. Ну, до скорого. До встречи в следующий четверг. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok